Ну что, драгоценные, и к нам присоединилась или мы вышли на самую лучшую в мире телекомпанию, вас приветствуем, и у нас в студии гость, да, Вера, мы все время друг другу говорим, а живем просто, как говорится, в провинции, гости редко какие-то заходят, поэтому друг другу гостями называем. И у нас сегодня много всяких интересных вещей, Вера, я бы хотела поговорить о трех вещах. Ну, во-первых, 1 сентября. Да, глаз дергается, я выяснила у всех. Ну, очень, я не спал, я не пойду в школу, мама, не буди меня, ну, правда, какая-то, вот такая вот тема, не знаю, как что. Ну, как-то вот так оно у нас. Но ты же по первому образованию имеешь к этому непосредственное отношение. Да, да, может, кто не знает. Скажу секрет, что я по первому образованию своему учитель начальных классов. Вот как раз, вот ты принимаешь. Да, 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 и даже было дело, я работала в школе поначалу. Преподавательница. Да, но я любила свою работу, честно сказать. Мне нравилось. Ну, кстати, сейчас эти таланты реализуются и в церкви очень даже хорошо, поэтому давай обсудим добрачные курсы, которые у нас запустились, начали и как. Слава Богу, второй поток уже, между прочим, у нас добрачных курсов. Но, на самом деле, мне очень давно хотелось, чтобы в церкви что-то такое подобное было. Потому что, ну, честно сказать, участились случаи разводов, да, сам знаешь, да, сложных каких-то ситуаций, да, вот этих семейных. И поэтому очень важный момент такой. Вот мы уже второй поток запустили. Сейчас у нас четыре пары, которые уже вот готовятся, полностью так вот экипируются. Ну, цель подготовить их к не самому лучшему, в том числе. Да, такие темы же утрепещущие у нас там разбираются, посвящение, общение, то есть то, что, ну, вот действительно прикладное такое вот христианство, как бы я бы его назвала. Да, и преподают, как правило, люди, которые давно уже, как семейные. Да, 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 да. То есть, что важно, не обязательно, через субботу, наверное, вверх. Через субботу, ну, там договоримся. Сейчас, видимо, еще и в Питер позвали проповедовать. А, ну, классно. В Питер хороший город. Вот, ну, на самом деле это круто, потому что, да, что-то произошло. Я заметил, ты же вот видишь, что наши семьи по 25 лет. Ну, да, даже мы вот с сыном разговариваем, ему 23 года, он говорит, что-то меня напрягает вообще, вот что, вот столько много разводов среди молодежи. Ну, вот как-то как-то... Разводы, конфликтность жуткая в семьях. Я вот сейчас, по крайней мере, три семьи, у которых просто какой-то... они не наградят развод, они как-то... Не могут разобраться. Не могут разобраться, да. Ну, вот поэтому мы пытаемся. Да, поэтому церковь-то, она должна встать, потому что, ну, да, на них давляет этот мир безумный. С своими доктридами, со всеми вещами, и мы пытаемся встать, поэтому не то, чтобы приезжать на эти курсы, но у себя в церквях делайте обязательно, прям стучите. Вот насчет семей, молодых особенно семей, прям стучите во все колокола, просто. Ну, да, и ты смотришь, что уже какие-то камни начинают всплывать уже на этих курсах, думаешь, но лучше они сейчас всплывут, чем они останутся там. Да, даже вот уж по-честному лучше иногда, вот на помолвке они поняли, что ну давай как-то возьмем паузу, там, ездим, разбежимся в конце концов. Помолимся в конце концов, усилен за это. Да, да, и ничего страшного, другой объявится, кем-нибудь, ну, чтобы не было, ну, иногда просто какой-то кошмар. А то, как, если Бог приводил, подобного привел, а тут смотришь, тут преподобного, то есть там не знаешь, кого. Вот, ну, Вера, еще также у нас Вуджич, все в порядке, едет реклама. Да, Вик Вуджич едет 18-го числа. Билеты еще есть на кассиру. Да, на кассиру, ребят, приезжайте из других городов, ну, он только сюда, он прилетел, приземлился, мы его... И улетел. Да, и он улетел, все, из аэропорта и обратно к себе, только к нам, только в Нижний. Один день, да, один город у него в этом году в России, поэтому это, я думаю, хорошее возможность побывать. Притом, реально человек откровение получил, что надо к нам приехать. Откровение получил, удивительным каким-то образом. Во-первых, может быть какое-то хорошее послание. Обязательно. А во-вторых, атмосфера может измениться в городе. Ну, мы очень сильно ожидаем. Мы ожидаем, ожидаем. Мы отменили всякие разные конференции, вот ее как конференция у нас вот такая вот красота. Ну да, но там подготовки столько. Там подготовки, это, ребят, слушайте, это на самом деле, это не, ну не, как не конференцию привезти, проповедник приехал, там и все остальное. Не-не-нет, это прямо на 7 тысяч. То есть это администрация, это вся полиция, это все спецслужбы, все-все работают для этого, чтобы вот он приехал. Ну, это, ну, скажем так, мы как церковь. Ну, это такая фигура, как бы не только в христианском мире известная, а все-таки мировая знаменитость, да, можно так сказать? Да, он в топ-10 входит. Да. Что у нас там в семье? Что-то тут с Нанейкой готовится, расскажи про вашу семью. А, в нашей семье, ты про свадьбу имеешь в виду? Да, да, да. Ой, первый раз у нас такое в жизни. Слушай, друзья. Должны ли мы до этих моментов, когда начали выдавать своих детей, женить, замуж выдавать? Ну, скажи, ну, что, гоняешь прям по магазинам с ней, все, прям, туфли? Гоняю, да, туфли, все, уже стоят, туфли, платье висит, ну, в салоне пока висит, но очень трепетно на самом деле. Иногда подхожу к ней и говорю, не отдам тебе никуда. Ну, придет. А мне кажется, наоборот, да, 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 все, хорошо. Быстрее, быстрее. Не в конкретно вашем случае, а вообще, ну, как правило, получается, что опять родители. Ну, вкладываемся, конечно, ну, а куда деваться? Дети же все-таки немножко, ну, немножко, но, слава богу, они молодцы, они сами тоже хорошо там вкладываются. Слушай, ну, как, ну, что вообще за ощущение, раз какой-то завелся паренек. Да, вот, вот, это ощущение самое, что завелся паренек и забирает у тебя твоего ребенка. То есть, классическая тещина, завязка происходит все равно чуть-чуть. Ну, я стараюсь, конечно. Ну, борешься? Да нет, он очень хороший мальчик, нам достался. Вот, ну, сразу, да, жить раздельно. Обязательно, обязательно. Отдельная семья, мы живут отдельно. К маме на ужин, пожалуйста, в воскресенье, в баню. Может быть, если сами натопят, или она будет просто натоплена. Ну, 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 супер, супер. Я вообще, ну, это... Ну, потом мы обязательно потом сделаем отдельный репортаж, как все это было. Расскажем. Какие были переживания, да, там, это будет у нас октябрь. Пока-то мы только готовимся. Пока вот эта подготовка. Да, 5 октября. Ну, надо будет, Вера, что-нибудь такое, чтобы людей успокоить, потому что, да, Вот сейчас христианство в таком возрасте, все девяностые люди каялись молодыми. Сейчас мы приходим к тому, чтобы дети, и надо их начинать уже. Начинаем. Вот и начинаем. Птичка. Говорит, я не дам такой был. У меня, может быть, как у мужчин другое ощущение. У меня просто было, она говорит, птичка выпорхнула из гнезда. Я говорю, да как, Даша, выпорхнут все эти птички из гнезда, чтобы я в гнезде разлегся. Вот, ну, а сейчас вот прям, да. Слушай, ну, остальные в школу у тебя? В школу, один закончил университет, две в школу, завтра все, с букетами. Скажи вот еще вот так, чтобы люди тоже поняли, ну, дорого же собрать сейчас стало. Ну, да, не дешевле все это. Прямо все вот эти вещи, они просто прям, вот, поэтому удачи всем. С первым вас сентября. Терпение. Никучич, терпение. К детям, кстати, относитесь нормально. Они некоторые вещи могут не понимать, имеют на это право. Тут подтупились, что-то еще, ну, что теперь? Да, уже сперкаем. Научатся, конечно. Все, поэтому мы, друзья, вас перекидываем в зал, у нас пастор проповедует. И потом мы встречаемся с онлайн, молимся за нужды. И я, как я говорил, онлайн присылайте нужды, молимся за месяц, неделю и сентябрь. И год. Пришла пора больших чудес. Господь пролил с небес. Благодарь в этот город. Пришла пора больших чудес. Господь пролил с небес. Благодарь. Благодарь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благодарим тебя, наш Царь, наш любящий Отец. Мы склоняемся перед тобой, Господь. Мы смиряемся, Господь, перед твоей волей. Твоя великая воля, Господь, да будет возвещена, Господь мой. Пусть в сегодняшнем собрании будет твое присутствие. Святой Дух, посети каждого из нас. Дай нам твое наставление, назидание и вложи в нас веру. Мы молимся во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. И весь народ скажет аминь. Слава Богу, я рад видеть каждого из вас. Спасибо, музыканты. Спасибо, вы прекрасны, спасибо. Приветствую всех тех, кто смотрит нас онлайн, кто смотрит на телекомпании ТБН, а также на Бог ТВ. Приветствуем, оставайтесь с нами и, пожалуйста, присаживайтесь, обнимите друг друга, поцелуйте, кого имеете право поцеловать, и не целуйте, кого не имеете право целовать. Аминь. Итак, дорогие, у нас 1 сентября. Поздравляю вас с 1 сентября. 1 сентября – это начало учебного года, а также день рождения моей мамы, которая сейчас уже на небесах. Но в любом случае, 1 сентября – удивительная дата. Я бы хотел сразу помолиться за всех, кто сегодня начинает учебу. Это студенты, это школьники. Поэтому давайте помолимся за них, чтобы прямо сейчас благодать пришла, пришла мудрость для них. Отец, мы молимся, благослови каждого. Каждого студента, каждого школьника, чтобы Господь, каждый, кто сегодня вошел в этот Новый год, Господь, учебный год, получил импульс от Тебя, получал знания, анализировал знания, и Господь приходил к Твоим откровениям, Отец. Я молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Царю. Слава Богу. Также, друзья, у нас во вторник будет собрание 144. Это все лидеры домашних групп, все, кто лидерами являются в нашей церкви, ведут за собой людей. У нас будет общее собрание, лидерское. Поэтому всем добро пожаловать в начале учебного года. Также в среду у нас будет собрание «Спасти еще одного». Поэтому всем добро пожаловать, кто был связан с реабилитацией, кто прошел реабилитацию, родственники особенно. Сегодня люди вдохновляют, все в фонде «Доброе сердце», а также все, кто занимаются реабилитацией. Пожалуйста, друзья, обязательно придите, поддержите других людей, потому что это важный задел нашей церкви. На этой неделе я встречался с группой бизнесменов, он такой, да, группа такая была бизнесменов, как раз по Нику Вуйчичу, по приезду Нику Вуйчича. И вообще меня, знаете, так глубоко вдохновляет тот факт, что вот наш город не просто приезжает Нику Вуйчич, а он совершенно ясный христианин, рожденный свыше человек, сын пастора из пасторской семьи, который совершенно четко возвещает Слово Божие. И вот, знаете, смотришь, интересно, что общество, оно как-то не готово к словам, вот к этим, знаете, религиозным словам. Оно как-то пытается, ну ты давай, пусть он не говорит. Вот я понимаю, они бы меня не пригласили даже на беседу, они бы меня. Вот просто, если бы не я пригласил Нику Вуйчича, вот если бы не я, они бы как-то вот обошли, только вот не ты. И ты думаешь, вот как так в обществе летает, витает такая атмосфера, какая-то, ее как-то она созданная, что вот люди религиозные, но при этом они ничего не имеют общего с Евангелием. Ничего общего. И ты думаешь, это же такая проблема нашей культуры, когда звучит простая нормальная проповедь, и люди сразу чувствуют себя неуютно. Вот матом шнур будет петь, например, там в этом, на концерте Ленинграда, да, полный стадион будет. А вот говоришь, Иисус тебя любит, давай откроем Библию, и люди, как-то. И удивительно, что в то же самое время, когда я говорил вот с этой группой бизнесменов, я говорил совершенно ясно Евангелие, у них глаза открывались. Они прям, что вот Евангелие, вот так вот звучит нормально, что, то есть чувствовалось, что они пригласили чудака какого-то, который будет говорить им какие-то странности. Они такое представление имеют о Евангельской церкви, что мы вот, знаешь, через забор голый прыгаем, ленолиум грузем и на навесках качаемся. Но когда ты встречаешься с ними вживую, вдруг удивление, думаешь, ну а почему вы так блокируете со всех сторон Евангелия, что обложились какими-то вещами, которые совершенно чужды вашей жизни. И в то же самое время религиозный налет у всех есть, но люди прекрасно понимают, прекрасно, вот внутренне понимают, что у них с религией ничего общего нет. И у меня такое было двоякое чувство, с одной стороны, вроде приятно было, что ты чем-то поделился с людьми такими сильными мира сего, а с другой стороны, удивляешься, что такой вакуум, вот такой огромный вакуум в религиозной стране, это страшное дело. И как-то по иронии судьбы я прямо на этой неделе посмотрел фильм, который никому не советую смотреть, это лучшая, по-моему, реклама, когда говоришь, никому не советую смотреть. Случайно попался фильм «Волынь» называется, его сняли поляки о резне, такой известной волынской резне, когда там в течение двух лет поляки и украинцы друг друга резали. Просто за свои территории, села украинские нападали на польские, польские нападали на украинские. Фильм очень жестокий, все вот крайние человеческие извращения в убийствах, они там есть, вот все, и детей сжигают, и кишки вытаскивают, сжигают там друг друга. И вот я просто к чему это говорю, вот интересно режиссеры показали интересную тонкость, в обеих странах показывают церкви, и показывают с одной стороны традиционную церковь католическую, католики приходят туда молятся, здесь ходят украинцы православные. И вот фильм режиссер, не очень такой, скажем, впечатляющий фильм, но мысль мне хорошо показалась, что показано, что люди стоят в церквях, и у них внутренний, вот режиссер хорошо показал, им вообще там неинтересно. Они выполняют обряды, что-то священник там говорит, литургию какую-то выполняет, и они выходят с этой же церкви, берут виллы там, лопаты, и колят там детей, на коле сажают, а потом те в другую сторону стоят в католической церкви. Им что-то ксионс там, литургию какую-то выполняет, и этот весь фильм проходит вот с этим красной линией, что церковь не имеет ничего общего с реальной жизнью, по крайней мере у людей. Это может не вина церкви, я не говорю, что церковь вина, но люди так воспринимают. И вот этот вот контраст выходящих из литургии, и тут же не имеющих ничего общего с Евангелием, убивающий себе подобных, и только там один священник говорит, что вы делаете, вы же звери. И потом говорит, даже звери не мучают, говорит, этих, кого убивают, а вы же мучаете друг друга. И вот я смотрел, думал, какая глубокая мысль. Так вот, и вот даже после этого фильма я как-то внутри посидел и думал, вот какая глубокая благодать, то, что мы с вами евангельские христиане. Вот на уровне, знаете, генетики внутри я понимаю, как важно, что мы как евангельские христиане, я не говорю, что у нас все идеально, я не говорю, что нет грехов, я не про это. А то, что вообще протестантский мир со времен реформации сказал, люди должны слушать Евангелие и жить Евангелем. По крайней мере, это наш посыл. Наш посыл церкви, мы не говорим, что нация христианская, мы говорим, нет, человек должен жить со Христом. Поэтому каждый из вас, кто пришел сегодня в воскресенье, ты заплатил определенную цену. Ты, несмотря на то, что тебя, может быть, соседи обзывают неправильными словами, на работе к тебе относятся не так, ты в воскресенье пришел зачем? Послушать обряд какой-то, выполнить какое-то действие религиозное, ты пришел послушать слово, чтобы применить его к своей жизни. Не всегда получается, никто не говорит, что это все идеально, не всегда все выходит, бывают кривизны, но ты пришел впечатлиться учением, которое написано на страницах Библии. И это важно. И я по себе как-то так сижу и думаю, да, у меня в жизни много внутренних конфликтов, не все бывает как-то складывается, как хотелось бы, в идеалистичной форме, которую Иисус принес. Но внутри я понимаю, какая благодать, что я вообще могу слушать это слово, что я в воскресенье прихожу ради слова, чтобы оно вдохновило меня. Не всегда хочется даже читать Евангелие. Вы думаете, тебе только одному не хочется, пастору тоже не хочется. Себя узнал, читаешь, что-то ничего не понимаешь. И пастор так же. Но пастор сидит и говорит, вот прочитаю, вдохновлюсь и потом передам людям. Вот на этой волне я хотел бы перейти к нашему как раз сегодняшнему разговору, но перед этим еще одно вступление. У нас с Ником Вучичем такая ситуация, что это большой задел мы взяли. Мы сняли Дворец спорта и многие ответственные люди здесь, Федор Николаевич, Екатерина Вадимовна, Лена Шершакова такая сильно участвует в этом. Вот такая рабочая группа, Антон Мурзаев. Мы вот это делаем вместе. Дворец спорта, это большой вызов, большие цены. И мы видим, у нас такой провал даже в финансах. А ведь у нас только минимум, ну есть минимальная планка, которую нам обязательно нужно оплатить. Все, что там сняли мы, Дворец спорта и так далее, оценки. И немножко переживания есть, само собой. Ты думаешь, Господи, а вдруг пару миллионов не хватит в конце. И ты говоришь, Господи, помоги. Но внутри какая-то есть убежденность. И я вот еще раз пережил такую вещь, что есть от Бога слово, когда оно приходит. И ты не знаешь как, ты даже не понимаешь, как это происходит. Но раз, благодать. Вот называется благодать. Надо просто жить в благодати. А Господь сам сверхъестественно все устрояет. И вот на этой неделе такое у меня удивительное переживание. Может, Бог специально дал благодать. У меня среда такой более-менее свободный день, когда я могу поготовиться, позаниматься планированием. И сам себе дома нахожусь. И вот я с утра встал, и жена мне говорит, слушай, говорят, сейчас грибной сезон сейчас идет. Давай за грибами съездим. Дети у нас, особенно младшие, вообще не знают, грибы не отличат там поганку от подберезовика. Я говорю, ну давай. И мы посадили двух девчонок младших, одной 15, 16, простите, другой 12, и поехали с ними. Приехали в лес, как назло, грибы какие-то, мухоморы там, поганки, ничего нет. Мы ходим, что-то собираем, два с половиной часа. Да еще холод такой выпал в этот день. Ходили, ходили. Я там девчонкам показываю, они дуньку не отличат от сыроежки. Объясняю чего-то. И потом вернулся к машине, иду вдоль края, нашел пару там подберезовиков, один подосиновик нашел. И вдруг такая ясная мысль приходит в голову, ясная. Наберешь сегодня полную корзину. Вот ясная. Знаешь, бывает мысли путаются, не поймешь откуда. А бывает, она извне. Я как-то внутри думаю, вот наверное, если Бог говорит, то говорит именно так. Как-то жук. Какое-то, знаете, в миру называется интуиция, наваждение. Я не знаю, как это назвать. Вдохновение. И я что-то такой, своими силами пошел что-то собирать, какой-то еще подберезовик нашел. Такой вдохновленный, ну, слово же. И какие-то стихи из уст выходят. Я понял, какая сила исповедания. Когда мысль, и потом исповедание. И я вдруг ни с того, ни с сего иду, даже не сочиняя стихи, чтобы вы понимали. Я их не сочинял, они сами такие что-то. Хожу, на глубину хожу, ничего не нахожу. Хожу по краю, корзинку набираю. Выхожу из леса, жена идет. И жена мне говорит, возвращаемся, все, хватит уже. И я такой думаю, что за мысль какая-то тупая. Иду к жене, подхожу с этими словами. Глубоко хожу, ничего не нахожу. Хожу по краю, корзинку набираю. Она, что, стихи сочинил? Я говорю, не сочинял, что-то само пришло. Сели в машину, я даже не решаюсь ей сказать, что у меня было чувство, что я корзину наберу. Жена говорит, домой поехали, все, замерзли, ничего не нашли, поехали. Приезжаем домой. Я выхожу из машины и про себя думаю, что это было? Какое-то наваждение непонятное. Я дома уже, все, я домой приехал. И вот пока тут разбираемся, пока что-то раздеваемся, жена говорит, сходи, ты яблоню два года назад посадил. А у нас участок и прям буквально через дорогу дом и за домом участок. Он заброшенный, мы просто эту территорию купили там за копейки. И она там есть где-то 25 соток. Она говорит, сходи там, яблоню ты посадил, может яблоки какие есть. Я думаю, правда, пойду, иду, там кустами все заросло. Что-то прохожу через эти кусты, 30 метров, 30, не 100, 30. Вот отсюда до кафе дойти дальше, чем до этого участка. Я прошел, иду, раз, тут березовик, раз, второй, раз, третий. Подхожу, оп, подосиновик, оп, еще один, оп, оп, раз штук 10. Я жене звоню из этих кустов, прям говорю, слушай, детям скажи, чтобы принесли ведерко. Я тут поднабрал, говорю, в руках не могу донести. Жена, ладно. И вот я пока тут что-то, яблоки на эту яблоню смотрю. Один из детей подбегает с корзиной почему-то. Подбегает с корзиной. Я говорю, я же ведерко сказал. Она говорит, ну не знаю, мама корзину дала. Дала корзину, ушла. Я эти подберезовики собрал. Подхожу к этой яблоне, под ней поляна, подосиновиков, подберезовиков. Я набираю, потом дальше остановиться не могу. На своем участке набрал. И прям смотрю на эту корзину, она полная. И я сел в траву от страха. Не от того, что это корзина какая-то, грибы. Вопрос второй. И вдруг ясно внутри меня голос такой звучит какой-то. Знаете, мысль такая, что дело вообще не в грибах. Дело не в корзине совершенно. А в том, что ты смотришь на видимое, а голос мой говорит о невидимом. И будет то, что я тебе сказал, а не то, что видят твои глаза. И я думаю, как это важно в жизни. Нам в жизни вот почувствовать, вот это нащупать его голос, его видение. И тогда оно становится реальностью. Ведь Иисус всегда вдохновлял людей на невидимое, чтобы они верили в невидимое. А невидимое станет видимым. И я понял, с Ником Вучичем все тоже будет хорошо. Аминь. Все, приезд будет хороший. Слава Богу. Никак не начну проповедовать. На этой неделе у меня вообще масса переживаний. На следующей неделе я улетаю, братья и сестры, молитесь. Улетаю на 10 дней в Соединенные Штаты. У нас там будет большой саммит пастырский, саммит по выгоранию пастырскому. И для меня честь большая, что меня пригласили. От России нас трех епископов пригласили. Меня, Судакова, это Екатеринбург, и Лавринова, Тюмень. И меня тоже так же. Поэтому мы там будем от России трое. Это будет большой саммит. Смотрите, тоже он будет на русском языке. Вот, с переводом на английский, но все-таки на русском. Поэтому молитесь, вспоминайте в молитвах, чтобы все было правильно. Господь благослови. Я прошу Тебя, чтобы слово Твое принесло плод, Господь. Слово, которое сегодня должно звучать и принести откровение. Каждому из нас я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мое слово сегодня называется «Идеальная семья, которая потеряла все». В ближайшие 30 минут я хочу, чтобы мы сконцентрировались на этом слове. Идеальная семья, которая потеряла все. Когда я смотрю на наши социальные сети, я вижу там так много идеальных семей. И вдруг я понимаю, что идеальность в социальных сетях, идеальные картинки в фотографиях не отражают подлинное положение вещей. Но люди по своей природе, мы завистливы. И мы смотрим на то, как у Ленки классный отпуск, у Сереги какой дом они купили со своей женой, какие у них дети все послушные, когда приходишь к ним в дом. А у тебя все не так. Но мы должны, во-первых, понять один важный фактор, что все человечество заражено грехом. Грех вошел во все человечество. И вот одна была семья в Библии, о которой мы будем говорить, это самая идеальная семья. Идеальнее ее не было. И у них были самые идеальные условия со всех точек зрения. Безусловно, речь идет об Адаме с Евой. На заре человечества, когда еще человечество не было в той форме, в какой оно сегодня, были вот эти два человека. Удивительно, что сегодня даже генетики, они пытаются определить, как человечество появилось. И вот эти теории о том, что мы произошли от обезьяны, они настолько спорные. Кстати, на этой же неделе я посмотрел одного профессора генетика. И я вообще, я удивился. Совершенно светский человек, совершенно не имеющий ничего общего с Библией, причем с советских времен генетик. И он прям ясно говорит, он говорит, настолько запутанная наука, не только наука генетика, насколько запутанная наука происхождения человека. Он говорит, мы сегодня не знаем ровным счетом, не просто откуда взялось человечество, мы ровным счетом даже не знаем, кто наши предки. Потому что ДНК настолько сильно не совпадает с ДНК человекообразных обезьян, что это, говорит, вызывает просто огромные споры. И все, что до 60 тысяч лет назад дальше, дальше, это совершенно не имеет ничего общего с тем генофондом, в котором мы живем сегодня. И я его слушаю, и ему там вопросы задают, говорят, а как же вот дарвинистская теория, что мы произошли от обезьяны. Он говорит, Дарвин даже об этом не говорил, а страшнее всего, что вообще эту идею бациллу о том, что произошли мы от обезьяны, закинул вообще ничего общего, не имеющий с природой человечества. Это Энгельс в первой своей работе, которая называлась происхождение семьи, частной собственности и государства. Вообще коммунист забросил идею, и люди ее подхватили. И он даже генетик говорит, я не знаю откуда, но точно говорит не то, что говорят в большинстве сегодняшних учебников. Меня это сильно впечатлило, и я на этой неделе, прямо на этой неделе получил свои результаты теста ДНК, я и моя супруга. Мы отправили оба теста ДНК, и они пришли, такие все по-настоящему. Оказалось, у меня в кровях меньше 50% славян, у жены чуть побольше 50%, потом 40% прибалтов и 15% у меня финнов, у нее 20% финнов. Но это, конечно же, требует интерпретации. И все понятно, компьютеры, которые обрабатывают данные ДНК, безусловно, они там не понимают, что такое чуваши, морицы, мордва, которые здесь жили, и выдают их как финны, финны, угры. Куча смесей. Но ты понимаешь, что все, что у тебя там было в предках, это все откуда-то пришло. И вот Библия моя говорит, что однажды, когда-то на заре человечества, Бог сказал, сотворю человека по образу своему, по образу Божьему. Это Бытие, 1 глава, 27 стих. И он сотворил мужчину и женщину. Сегодня ни один генетик, ни один эволюционист, ни один атеист не может ответить на банальный вопрос, почему даже с их точки зрения эволюция пошла по такому сложному пути и создала мужчину и женщину. Вот почему вообще сам факт? Почему, например, на земле огромное количество видов, и каждый вид узнаваемый, ты не спутаешь слона с собакой, собаку не спутаешь с змеей, змею с человеком, даже обезьяну с человеком не спутаешь. Но в то же самое время каждый вид имеет две особи, мужскую и женскую. То есть это же два разных совершенно, с одной стороны, человека разных, а с другой стороны, представляющих собой один вид. Что это? Почему такая сложная форма воспроизводства? Почему у мужчин такие сложные гениталии? Ну да, понятно, мы в церкви, там, Пуритане, я в одной церкви стал только так рассуждать, так один мужчина встал такой жене, ну что, что слушаешь, пошли отсюда. А ты что, хотел услышать только вот какие-то неприкосновенные вещи? Так безусловно, мы говорим о гениталиях, которые Господь создал. Безусловно, почему так сложно? Мужские формы, женские. Почему женская яйцеклетка созревает в определенное время, и если не оплодотворяется, с менструальным циклом выходит, и опять ожидает нового осеменения? Возникает вопрос, почему это все? Почему? Ни один генетик, ни один эволюционист говорит, так природа создала. Слушайте, сложно. Почему мужчина и почему женщина? И мы, с одной стороны, люди, с другой стороны, такие разные. Если я закрою сейчас глаза, зал поменяется, я открою, и почти на 99% скажу, кто из вас мужчины, а кто женщины. Ну, с редким исключением. Но, в принципе, узнаю. Итак, Господь говорит, сотворил мужчину и женщину, это был его план. И следующий стих, 1 глава, 28 стих, написано, появление семьи первой. И благословил их Бог. Смотрите, он их благословил. Семья только тогда является семьей, когда мужчина и женщина благословены Богом. То есть, другими словами, они начали исполнять предназначение, которое Бог им установил. То есть, написано, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте. То есть, Господь говорит, семья для того, чтобы вы нашли свое предназначение, начали расти, умножаться, владычествовать. Вот эти все задачи, они стоят перед семьей. И вот Адам с Евой показали своим примером, какой семья еще не является. Не только чем является, но чем не является. И первое, чем она не является, точно, она не является однополой семьей. Потому что, если бы Бог сотворил однополую семью, тогда была там Лена и Ева, например. Но там Адам и Ева по какой-то причине. Почему-то именно мужчина и женщина. Что удивительно, что даже в нашей генетике уже там внутри определена наша половая принадлежность. Кстати, казус произошел прямо с нами, когда мы сдавали ДНК. Ну, Павлик Рындиевич не может все без казусов, я заметил. Даже уж такая элементарная вещь. Нам пришли две коробочки. И вот я так трясся над ними. Жена мне говорит, да не трясись так, напутаешь что-нибудь. Я говорю, молчи, женщина. И у меня там прибалтическая кровь. Я тогда еще не знал. И вот чего-то мы тут с этими коробочками трясемся. И надо было слюну сдать. Слюну, и ты засовываешь ее в баночку. И потом заполняешь в интернете свою форму. И там тебе дается код. И этот код прилепляется, соответственно, к этой баночке, которую отправляешь обратно. Вот так. И я в последний момент перепутал баночки. Как я сделал, я так и не понял. И жена говорит, как ты мог? И мы отправили их в лабораторию. И я говорю, жене, ну ладно, ладно, не переживай, женщина, все нормально. Твое ДНК, тест придет, результаты теста, мы будем понимать, что это мой. А твой придет, значит, мой. Вот и все. Она говорит, ну ладно, логично. Представляете, из лаборатории ответ приходит, написано. Мы не можем продолжить изучение вашего теста, потому что ваше ДНК не соответствует заявленному полу. А, значит, там все-таки не дураки. По слюне поняли, кто плюнул, мальчик или девочка. И я думаю, представляете, а мы люди все что-то себе отрезать хотим, что-то прирезать, что-то сколько юбку не носи, все равно ты мужик. Вот сколько губы не крася, не ходи там в гей-параде, все равно ДНК говорит, вначале я создал тебя Адамом. Даже если ты думаешь, что ты мадам, но ты не мадам, ты Адам. Знаешь, какой каламбур получился. Следующее, чем семья не является? Семья не является шведской. Шведская семья – это когда два мужчины, одна женщина. Но это просто на уровне извращения, даже об этом говорить не хочется. Хотя в человечестве это витает. Следующее, семья не является гражданским браком. Гражданский брак – это когда люди говорят, мы съехались, любовь все покроет. Я всегда говорю, семья – это ответственность. Бог заложил именно в нас ответственность. И если ты говоришь, мы любим друг друга, но даже штемпель в паспорте не хочешь поставить, это даже не гражданский брак. Это просто случка. Вы просто съехались, пожили, и как только вас тряхнет, вы сразу разбежитесь. И вы внутри это знаете, но обманывайте сами себя. Поэтому гражданский брак без благословения, без печати в паспорте – это не брак. Безответственность – это брак производства, а не брак в смысле семьи. Следующий момент, чем семья тоже не является. Она не является полигамной. Полигамной – это когда один мужчина и много женщин. Хотя сторонники полигамной семьи до сих пор есть, и до сих пор в восточных странах это очень распространено. И они говорят, Иисус, что ты там мне говоришь? Смотри, все пророки Ветхого Завета и наш пророк тоже много женщин имел. Что, это же все так понятно. Давид, сколько же он было? У Соломона сколько же он было? А ты мне тут говоришь. Послушайте, Иисус однажды сказал такие слова фарисеям в 19 главе Матфея. Когда они спорили с ним и говорили, можно ли разводиться, это долгая история, но он такую сильную фразу говорит там. Он говорит, вначале не было так. Вот такая фраза. Иисус говорит, вначале не было так. Если вначале не было так, то зачем мы-то экспериментируем? Может, есть другое объяснение, почему были один мужчина и много женщин. И объяснение лежит на поверхности. Человечество настолько извратилось в грехе. Человечество настолько стало жестоким. Люди стали пачками убивать друг друга. И в первую очередь убивают мужчины друг друга. Поэтому огромное количество женщин оставалось совершенно бесплодными без мужчин. И человечеству грозило полное вымирание. Поэтому Бог скорее закрыл глаза на эти вещи, как бы сказав, что, ребят, вы совсем вымрете. Поэтому мне приходится выбирать из двух зол меньшее. И тем более женщина без принадлежности к мужчине могла быть объектом добычи для любого другого племени. И насилия, и всего остального. Поэтому для женщины было важно быть даже пятой, десятой, пятнадцатой женой какого-то воина, чтобы хоть кто-то ее защитил. И тем более она могла рожать. Но в наше время это безумие. Это во-первых. А во-вторых, в начале не было так. Если бы было так, тогда бы Бог создал Адама, Гену, Лену, Свету, Таню. Но Он создал Адама и Еву. Аминь, дорогие мои. Итак, мы возвращаемся к пониманию семьи. Семья – это два человека. Мужчина и женщина. Это самая была идеальная семья. Адам и Ева. В самом начале Библии мы видим, что Бог дает им наставление. К сожалению, сегодня мы приходим в школу. Мы учимся в школе и изучаем различные предметы, которые чаще всего, многие из них, нам никогда не пригодятся. Ну, в силу твоих каких-то умственных способностей, одни пригодятся, другие будут далеки от тебя. И вот интересно по этому поводу сказал некий доктор Генри Линк, который занимается вопросами семьи в Соединенных Штатах. Он сказал, наша система образования построена так, что направляет все свои усилия исключительно на развитие умственных способностей. И при этом совершенно не учитывается проблема формирования семьи. А ведь в семье люди будут жить всю свою жизнь. Представьте, человек приходит в школу, 10 лет чему-то учится и 2-3 урока ему объясняют, что такое семья. А потом удивляемся, почему статистика семей звучит так удручающе. А статистика звучит следующим образом. Я вам ее назову. Сегодня в России из 10 браков 5 распадаются в течение 4 лет. 4 года 5 браков уже из 10 половина, то есть распадутся. А всего из 10 в течение жизни распадется 8. Из 10 браков 8 распадаются. Всего 20% семей живут сегодня в России в первом браке. Только 20% в первом браке. Остальные браки это второй, третий, а может даже и четвертый брак. В Нижегородской области, данные на 2016 год, в течение последних трех лет в ЗАГСах количество регистрируемых разводов превышает регистрации бракосочетания. Представьте, количество людей, которые приходят на развод, больше, чем тех, кто приходится считаться браком. То есть люди, которые уже прожили 20-30 лет, приходят разводиться. Грустно. А почему грустно? Потому что люди так и не поняли, что такое брак, что такое семья. И очевидно за ближайшие 15 минут я это не расскажу. Но я вам могу показать, как самая идеальная семья в человечестве потерпела фиаско. И вы увидите, что все те же вещи, которые прошли Адам с Евой, мы с вами проходим. Но у нас есть какая-то надежда. У нас. Потому что мы еще не дожили до своего конца. А они уже показали пример плохой. Итак, читаем первое. Что же было с Адамом с Евой? Итак, Адам с Евой были реально самой идеальной семьей. И начнем с того, что... Ну почему они были? Я бы хотел сразу отметить первые моменты. Во-первых, на земле они были первые. И у них было свое жилье. Своё. Я знаю, что такое жить без жилья. Восемь лет мы жили с женой в нищете. Я по-настоящему знаю, что такое нищета в семье. Я знаю. Мои родители рассказывали, как они жили после войны. И я понимаю, что в 90-е годы... Я женился в 93-м году. И 90-е годы с родни были второй мировой. Ну, после второй мировой. И нет жилья. Это всегда проблема. Всегда ты снимаешь что-то. У тебя не хватает денег. Всегда приходит какой-то хозяин, который тебя может выкинуть в любой момент. Когда ты живешь с родителями, у Адама было жилье. Бытие 2.8 написано. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на Востоке и поместил там человека, которого создал». Он говорит ему, это твой дом, твой сад. Ты будешь его возделывать. Второе, что интересно. Они получили наставление. Получили наставление от самого Бога. Представь, ты приходишь на свадьбу. Или даже перед свадьбой посещаешь курсы о семье. Тебя кто учит? Психологи какие-то. Пасторы учат, если ты в церкви. Хорошие наставники учат. А они получили наставление от самого Бога, который творец всего. Он четко дал наставление. Адам, ты будешь главой. Она будет тебе помощницей. Возделывай сад. Храни сад. Вот это дерево единственное. С него не ешь. Потому что это дерево познания добра и зла. От него начнутся проблемы. А вот от всего, от стальных деревьев. Ешь сколько хочешь. Что хочешь. У человека были совершенно ясные границы. Это важно понимать, где границы для твоего самолета. Где взлетать, а где садиться. Не теряю, надеюсь, вас. И у них было наставление. Самое лучшее. Третье, что было. Он получил наследство. Получил наследство, чтобы впечатлять свою жену. Ну это, конечно, из рода фантазии. Но все-таки это из Библии. Написано, смотрите. Бытие, 2 глава. 10-11 стих. Из Эдема выходила река для орошения рая. И потом разделялась на 4. Имя одной Фессон. Она обтекает всю землю. Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее. Там бодолах и камень оникс. Почему тут эти вот слова о драгоценностях, о золоте. Обо всем вот этом. Знаете, Бог уже тогда заложил чувство эстетики и ощущение понимания искусства. Что, слушай, ты будешь делать сам что-то из золота, украшения какие-то, бодолах, оникс, изумруды. Вот это жене твоей будет нравиться. Адам. Все будет вот таким образом. Следующее что? У них была настоящая любовь. По-настоящему настоящая. Писание говорит, смотрите. Вы знаете, когда люди наивно или с мозгами отравленными атеизмом читают эти строчки, они всегда говорят, какое ребро, достал, что-то все непонятно, все глупо. Не поймут, что это образы. Мы не знаем, как это было на самом деле. Но Бог способен сделать все. Но в этом образе сокрыта глубина. Ребро – это самое близкое место к сердцу, к человеческому началу. И самое крепкое – это прообраз любви. То есть, другими словами, когда Адам уснул, Господь навел на него некое ощущение любви, что это было чувство неосознанное. Но контакт произошел сверхъестественно с новым человеком по имени Ева. И он привел ее. Вы знаете, в нашей жизни это работает до сегодняшнего дня. Вот неосознанно любовь происходит. Помните песню? «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». И вот эти слова – это же реальность. Потому что я помню по своей жизни. Я жил обычной жизнью. Раз встретился с девушкой, танцевал с ней, станцевал и сразу внутри. Понял. Моя. Я потом танцевал еще со многими девушками, но этого чувства больше не было. А вот тут было – это мое. И вы знаете, многие люди говорят об этом же самом. Вот этот… Я не знаю, как это объяснить. Какая-то чуйка, интуиция. Твое. Чик, и ты понимаешь. Это любовь. И у них была идеальная любовь. Представьте, Ева была без греха. Мы сегодня, у нас носы кривые, глаза какие-то косые, потому что у нас генетика уходит не просто в неправильные народы, на которых там свою теорию построил Адольф Гитлер и расисты. А дело в том, что мы заражены грехом. И наша генетика, она, конечно же, нарушена. Так и то, даже в нашей греховной генетике мы говорим, о, Леонардо Ди Каприо, красавчик. Вот, Клаудий Шифер, там, красивый. А представьте, какая была Ева. У нее не было греха. Фук, все идеальное. Не 90-60-90, а просто там все самое лучшее. Адам – самый лучший. Они были красавчики, каких нет даже в Инстаграме. И вот эти люди, они были влюблены в друг друга, у них была страсть. И даже Адам говорит, вот она, в следующем стихе, плоть от плоти моей, кровь от крови моей. То есть, другими словами, простите, процитировал неправильно, что-то увлекся. На самом деле написано, и сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. То есть, это была страстная романтика, страстная любовь, какую мы даже с вами представить не можем. Два идеальных человека. Их Господь привел вместе друг к другу. Это просто идеал. Следующее, что, кстати, 24 стих, я его интересно истрактовал. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одноплоть. У Адама не было тещи, а у нее не было свекрови». Это же классно. Ну, конечно, как смотреть. Но у них не было в природе их. Просто не было. Поэтому теща не пилила невестку. Вернее, теща кто? Кому принадлежит? Ну, не помню, да. Теща не пилит зятя, свекровь не пилит невестку. Не было этого всего. Но у них было что-то интересное последнее. Последний стих. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Последнее. Они были максимально открыты друг ко другу. Максимально открыты. Представьте, что, наверное, ни в одной семье мира нет такой идеальной позиции, когда у людей нет даже разногласий никаких. Они полностью открыты. Они наги, друг перед другом. И знаете, в нашем извращенном представлении мы представляем наги просто голые и не стыдятся. Да не поэтому. А у них не было греха. Они обитали в славе Божьей. Их одеждой была слава. Представьте, слава. Это свет, светящийся на тебе. Причем ты его еще менять можешь. Ева раз вышла в славе. Сегодня в зеленый крапинку. Фу, слава. Потом, оп, такая слава. У нее разные платья, разные одежды. Все в славе. Адам тоже. Оп, у него слава такая. Пиджак славный. Славный еще что-то. Я даже представить не могу, что там было в те времена. В том мире, который мы с вами потеряли. И плюс ко всему, они не стыдились своих мыслей. Так вот, идеальный брак. Ничто не предвещает беды. Сегодня бы в инстаграме мы бы пели просто все песни. Мы бы в фейсбуках, в соцсетях брали бы пример. Мы вызывали бы их на консультации. Но даже в той семье произошли проблемы. И они начинаются в третьей главе бытия. Я открываю и читаю с первых строк. Третья глава, первый стих. Змей был хитрее всех зверей полевых. Здесь тоже глубокий образ. Змей, сатана, который существовал, он, послушайте, хитрее. Он хитрее тебя, он хитрее меня. Он хитрее каждого из нас. Он существует столько, сколько существует человечество. И даже раньше. Он лучший психолог. Он разведет даже там, где ты даже не понял. Он нажмет на те кнопки, которые ты сам о себе не знаешь. Но изучая огромное количество людей и зная мир еще до его создания, он четко понимает, где слабые стороны. И он был хитрее. И вот начался вот этот трагизм, написанный на страницах Библии, и мы все заложники этого трагизма. И первое, что мы видим, что случилось, и ужасное, в семью вмешался третий. Просто залез кто-то третий. Которого туда не звали. А он пришел. Этим третьим сегодня может быть голоса, которые разбивают самые фундаментальные наши верования. И помните, что змей сказал? Он сказал, а подлинно ли сказал Бог? А точно ты думаешь, что это так? А может посомневаться? Может поэкспериментировать? И этот сегодня голос звучит в разных формах, так или иначе, в наши уши. От разных людей. То появляется какая-то подружка, которая твоей жене что-то на ухо поет и говорит, смотри, Ленка. Вон, каждый год новый мужик. Во всех она инстаграммах везде ездит, фотографирует, всегда в бикини. У нее то негр, то еврей, то чукча, то русский, то американец. Вот жизнь у Ленки. И ты смотришь на своего с пузом, и ему 50. И ты думаешь, у Ленки жизнь удалась. Слушай, ты не знаешь, что у Ленки там за инстаграмом. Ты не знаешь, чего там за этим. У нее там может куча проблем, у нее может венерические заболевания, у нее отсутствие детей, у нее горе, но в соцсетях она. Но сатана говорит, он же хитрее, говорит, позавидуй Ленке. А подлинно ли сказал пастор? А точно ли говорит Библия, что тебе нужно продолжать любить своего кольку, которому 50, и у него волосы из ушей растут? Зачем он тебе? Этот голос так и продолжает звучать в разных формах. Слушай, попробуй того, чего ты не пробовал. А может ты девушка? Ты говоришь, да нет, вроде парень. А, ДНК может ошибаться. Попробуй. А как попробовать? Надо узнать. И знаете, сегодняшняя философия мира надо все в жизни попробовать. Попробуй. Слушай, некоторые вещи я не хочу пробовать. Я их даже не хочу пробовать вообще. Сегодня люди, ну как же? Ну надо же все попробовать. Ну попробуй черенок от лопаты себе в задний проход засунуть. Ты же не хочешь, так ведь? Понимаешь, что что-то странное. А почему ты хочешь наркотики? Ты же прекрасно видишь, сколько у нас людей закончило на реабилитации после того, когда они попробовали экспериментировать. Зачем тебе экспериментировать в тех вещах, в которых Господь сказал, не ешь с этого дерева. Ты здесь, не теряю тебя. Вмешался третий парень. Третий человек всегда лишний, если это не Бог. Вот если Бог третий, то это единственный важный. Его посыл, это хорошо. Все остальное, теща, тесть, кто угодно. Я вспоминаю людей, перед моими глазами стоят. Дочка вырастает одна, там у мамы. Мама прожила всю жизнь одна, ну может развелась, там несчастная любовь какая-то. И она как будто внутренне даже. Дочке говорит, разводись, тебе уже пора, ты что, я всю жизнь прожила. И не поймешь, то ли зависть, то ли комплекс неполноценности, но человек работает на развод. Я лично переживал некоторые вещи, как-то даже вот в моей там жизни, когда люди говорили какие-то вещи, и ты понимаешь, это же глупость полная, но человек тебе вкладывает в уши, говорит, надо так, мы все так живем, вот так нужно. Не теряю, надеюсь, вас. Особенно меня всегда впечатляет, вот эта старая любовь, старая. Feelings, nothing more than feelings. Чувства, а чувства, ой, какая вещь, с ними так тяжело бороться. Сегодня разводы посыпались, как только появился сайт одноклассников. Люди встречаются, через 10 лет, 15, и ты приезжаешь, твоя жена приезжает на эту старую встречу одноклассников, ей 35, она встретилась, а там сидит Серега. Серега, да, чуть-чуть постарел, чуть-чуть, но он поднакачался, и Серега говорит, а помнишь, как мы с тобой целовались, 17 лет, под сиренью, и она, ааа, у нее, трын, эндорфины ударили в голову, и она сравнится с своим Колей дома, а Коля не тот дома-то, да с ним, тем более, ты живешь уже 15 лет, ты всего его знаешь. И женщина, она начинает переживать, у нее чувства, а ей другая подруга еще, слушай, любовь ведь правда, нечаянно награнит, наверное, это настоящее. Ты давно их не испытывала, подруга говорит, а я с мужем развелась, сейчас с любовником живу, какие чувства, ты давай туда же. И люди, они забывают, что у них дети, ответственность, что они говорили перед Богом, что они будут вместе, забывают, и все, все выветривается в одну секунду. Поэтому муж ли твой поехал на вечер встречу выпускников, жена ли, будь рядом, где-нибудь, с предупреждением, с молитвой. У меня жена поехала, у них было 20 лет одноклассников, она поехала 20, ошибаюсь, наверное, 15, подзабыл, бывает ошибаюсь, то ли 15, сколько-то там, они поехали, я поехал с ней, я сел за соседний столик, сижу за столиком, за соседним, там тоже мои одноклассники, некоторые пришли, сидели, общались с мирскими людьми, и смотрю, там у них столик, Вера Николаевна моя сидит, и точно работает, как часы, все, уже один подкат, они еще подопьют, эти все одноклассники, там уже кто-то там, Верочка, как я тебя любил в 9 классе, как я тебя любил, жениться ведь хотел, Вера говорит, кто хотел, тот женился, вон сидит за столом. А я делал вот так, сидел просто, кушал, и когда с одноклассниками, с ее глазами встречались, я же их тоже знаю, просто в параллельных классах, ну в других классах учились, я делал вот так, и все было в порядке. Однажды мы с женой приехали в Суздаль, приехали в Суздаль, ну в старина русская, пошли с ней в баню, у нас своя баня, мы паримся время от времени, а тут нам в отеле говорят, закажите банщика, у нас банщик чудотворный, он творит как никто, в Суздале особая атмосфера. Мы пришли с женой, и вот он меня сначала попарил, она такой, как-то неуютно, ты приходишь в баню, с тобой еще какой-то мужик незнакомый, в юбке, ну не в юбке в этом, в полотенце закрученном, как юбка берманская выглядит. И вот он меня попарил, я вышел, и он говорит, теперь вашу жену. Моя жена пошла, а дверь стеклянная. И я сел, я не ревную, ничего, все в порядке, я просто, я просто смотрю. Она в купальнике лежит, и думаю, что-то в этом есть неприличное. Моя жена лежит в купальнике, и какой-то мужик ее парит. И вот он ее парит, 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 старается, массаж какой-то, что-то парит, и я ему сделал так. И он сразу ослабил хватку. Потом жена говорит, выходит, говорит, что такое было? Сначала парил меня, парил, старался, а на каком-то этапе раз и перестал, что-то стал веничком махать. А я-то знаю почему. По этой причине у них произошла следующая вещь. Второе, это искушение приобрело непредалимый размах. Ева увидела этот плод, она его так сильно захотела, что это перешло в зависимость. Зависимость это опасная вещь в семье. Когда кто-то в семье зависимый от наркотиков, от алкоголя, от секса, от игромании, от еще каких-то вещей. Это страшная вещь, когда в семье есть зависимый человек. Его тянет к зависимым другим людям. И следующий отсюда пункт выходит. Следующий, третий. Они начинают пренебрегать наставлениями. Бог сказал им наставление. Вот этого не делайте. Но люди начинают говорить, да ладно, мы попробуем, поэкспериментируем. Вы знаете, наша жизнь как самолет. Я как-то приводил пример такой. Надо взлетать и садиться. Но если летчик выйдет на взлетную полосу и скажет, что-то мне она не нравится, пойду на другую. И поэтому по тротуару поедет на другую сторону, диспетчер ему скажет, что ты делаешь. У тебя вот полоса, в которой ты должен взлетать. Если даже он взлетит, но когда будет садиться, опять будет пренебрегать наставлениями диспетчера, диспетчер скажет ему, слушай, садись на такой-то аэропорт, такая-то линия. Тот скажет, слушай, не надо мне указывать. Где хочу, там и сажусь. Вон есть поля кукурузные, есть автострада, Волга, там Нижний Новгород, Москва, там сяду. Обязательно будет крах. Обязательно. Не возможно, а обязательно. Только единственное, что вы потеряете, колеса, крыло или жизнь. И точно так же с семьей, наставления, она пренебрегла наставлениями. Четвертый момент важный. Они запутались в ролях. Адам подошел к своей жене, и она подала ему этот плод. Он же понимал, что плод, Бог сказал, не ешь с него. Но он взял и послушался жены своей. Вы знаете, когда в семье появляется зависимый человек, либо жена, либо муж, другая сторона, должна воззвать к Богу. Адам должен был, как священник, сказать, Бог, я не знаю, что делать, но у меня произошла проблема. Мы с женой такие были примером для всех людей. Мы ездили в отпуск. Она красавица, я красавик. Появился змей, что с ним делать? Я ни разу не знал, что с ним делать. Что делать? И я убежден, Бог бы подсказал, что делать. Он бы сказал, отправь его к его матери, к чертовой матери. И он должен был, потому что это и есть сатана. Адам должен был взять змея, он должен был поговорить с змеем, а не жена его. Сказал, змей, ты что здесь делаешь? Ты запутался, что ли? В семье точно так же. Если муж увлекся какими-то странными друзьями, жена должна вспомнить свою роль, как защитницу своей семьи. Иногда жена не всегда должна идти за мужем, а иногда сказать, муж, вот этих людей у нас в доме не будет. Вот этих твоих алкоголиков, друзей, не будет у нас в доме. У нас не будет людей развращенных. И муж скажет, эй, что такое? Слушай, по-моему, ты зависимый человек. Ты забыл призвание Божие. Мы должны идти за тем, что говорит Дух Божий, а не за тем, что говорят твои друзья.